Вот зашли мы в китайский ресторанчик или японский? Это японский микс ресторан. Итальянская кухня. Италья же первый раз пробует вот эту. Что это вообще? Это водоросли, которые очень полезны. В любом японском ресторане подаются вот эти водоросли. В них находится огромное содержание йода. А йод у нас в организме в основном очень мало. Мы вот с тобой сейчас им подкрепимся. Восстанавливаем. Палочки ни разу в жизни не держал в руках. Но что-то получается. Обычно над всеми угорал и ног, когда первый раз берут палочки. Ну, как бы суть понял, даже могу оперировать. Как ручку. Здесь она как ручка держится, потом в средний палец вставляется. И сверху опять как ручку зажимаешь. Почти как клешник. Ну да. Ну японскую пищу надо есть без хлеба. Не, без хлеба это есть жутко. Немножко острое. Не наешься. Немножко сладкое. Её мало, да? Всегда. У них хлеба нет в Японии. У них есть рисовые булочки. Они не готовят хлеб. Ну, хлеб готовят, конечно, но это уже как бы больше к Европе относится. Они пытаются быть все белыми. Все чёрные пытаются быть белыми, а все белые пытаются стать чёрными. Почему это в наше время? Знаете, зачем придумали белый шоколад? Чтобы негры пальцы не откусили. Чтобы негры тоже могли пачкать. Ну и самое интересное блюдо, которое я как бы не ел ещё, это меди. Вот так они выглядят. Чистый белочек. На вкус очень даже ничего. И похоже немножко на раков вкус. Да? Да, да. На раков вкус похоже. Сам супчик. Смак отец. Ну и... Что это такое, отгадайте? Это не красная рыба, куски. Это имбирь. Мы его отмачиваем в сейлом соусе. Для того, чтобы он не был таким едким. И накладываем вот так на суше. Берём палочками. Открываем молотилку. Я бы ещё посоветовал прежде чем в молотилку положить. Можно вот так ещё сверху вот так поделать. Чтобы рисок в этом соусе как следует... Это вассали. Ммм. 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 Мммм. Вкусно. Я ожидал хуже. Вкусно. И имбирь, кстати, вкусно в тему. Да. Очень даже ничего. Ммм. 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 Чем отличается японская кухня, вот так вот сказал Андрей, то что сразу не наедаешься, как нашей картошкой. Да? Да. То есть не навигаешь блюда и брюхо. А потихоньку всё это доходит. Во-первых, очень питательно. Во-вторых, очень полезно. Очень много витаминов и всякого типа. Да. Минимум вреда, максимум белка в японской пище. Который, в принципе, нужен мужчинам. Особенно мужчинам. А мы же мужчины. А мы же мужчины. Мммм. 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 Это точно. Поэтому с сегодняшнего дня Олег будет есть только японскую кухню. У меня жена не ест. Хотя... День Олег же, когда займётся бизнесом, конкретно. Тогда он и будет есть только суши. Но дело в том, что готовить суши достаточно очень сложно. Потому что это целая профессия. Крутить вот это всё. И накручивать вот этот рис вместе с креветками, либо там с рыбкой. Загонять вот в каждую дырочку вот в эту вот. И ровненько так всё резать. Это целая профессия. Получалось достаточно большие деньги повара, которые умеют готовить суши закручивать. Это целое искусство. Поэтому очень мало хороших сушистов, или как они правильно называются, которые делают. Вот так их полно, конечно, не сделать. Всё продаётся. Но сушистов правильных, которые вкусно делают, очень много. Они довольно-таки приятные. Ну вот ещё подошло. Смотрим ещё раз. Это тоже суши. Да. Это сырые. То есть это уже получается сырое мясо сверху лежит. Рыбье мясо. Угу. Вот. Вот. Красный это лосось, да? Да. А вот это что? Угарь. Это угарь. Угарь. Угаря я вообще никогда не ехал. Ну вот попробуй. Сразу прям бери. Окунай в свой соус. И кушай. Сейчас. Андрюха накормит. Давай давай. Так. Очень свежий. Он сырой? Нет. Нет. Он не сырой. Он как бы такой... Мне кажется, они всё-таки как-то обрабатывают его. Угарь готовый. Угарь не сырой. Угарь сырым не кормит. Он готовый. Угарь сырым не кормит. Угарь сырым не кормит. Он специальных специфов, но он не сырой. Вот этот, по-моему. Ну, это такая же мы и едим сейчас. Угу. Это сырое. Вот это да. Это сырое, но оно как-то вот обработано всё равно. Они что-то делают. Может быть, они мало солят. Малосольные какие-нибудь делают рыбку. Так что оно всё равно с привкусом каким-то есть. Сёмга есть сёмга. Лосось. Да. Очень вкусно. Бери вот это. Угарь. Кушай. Я васаби что-то хапанул. Много, да? Запивай. Запиваем фанты. Японцы обожают фанты. Васаби. Тебе надо было, знаешь, что сделать? Размешать васаби зелененькую эту шишку туда. Сюда? Да. Прям бери его и спокойно мешай. Не, я его люблю так, чтобы на сыре пробивало. А там будет тоже вкусно. Да. Да. Ты можешь отсюда кушать и там ты будешь когда хунать, ты будешь... На тебе мой васаби, я его не ем. Ты мне хочешь, чтобы у меня вообще глаза вылезли. Не, ну то раз тебе нравится... Когда у вас не получается одной рукой, можно вот так. Здесь это не стрёмно. Туда прям не кладите. Здесь сейчас. Там будет очень крепко у тебя. Да? Ничего. Да. Ну, если ты любишь, да, тогда у тебя будут вылезать глаза. Я хорошо. Я люблю, когда у меня глаза на месте, поэтому... Да. Ну, тебя еще за рулем нет? Ну да, в принципе. Поэтому тебе не страшно. Да. Мне не страшно. Ну, сейчас попробуем. Попробуем. Ну, попробуем. Ну да. Пошел. Немножко крепковато. Губы жгут. Ну, так нормально. Ну, вкусно, что сказать. Да. Ну, васаби, оно полезно. Почему? Потому что васаби, это японский, это как русский чеснок. Хрен чеснок. Ну, это же тоже, по-моему, это идет. Все те же качества. Да? Да, те же качества. Чеснок полезнее. Это мне понравилось. Тут просто катышик риса по-моему под этой. Угу. 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 Японцы не дураки. На хлебе экономят рис. Потому что пшеница у них не растет. У них вода. Да. В воде рис. из-за этого не попробую перешли на и хочет это что это который тоже такие интересные руль что-то я уже объялся сюда питательно чересчур я уже профессионально владею японскими столовыми оборудованием многие думают что это очень сложно ничего сложного нет тут сложно начать это есть а так нормально а если отойти от японии в китае тоже кушают палочками рис да если они в конце еды или там начале еды поставили палочки в рис вопкнули это считаешь означает очень плохой знак то что человек хочет войны то есть он дает понять когда войне человек хочет он делает вот так они в рис втыкают для начала а потом уже наверно довольно таки все вкусно да и очень питательно если если медленно все равно да я тебе скажу вот если бы ты съел такое же количество сколько мы сейчас ели картошка либо нет вы не наелся ну да по количеству как бы тут ешь вроде не на едаешься может потому что медленно ешь ну как картошку ложку 0 или макароны который сразу накрутил на него раз большой кусок заглотил туда плюс кусок мяса еще отрезал а здесь же все мелочь тоненькая сути они выглядят маленько можете мне повеснуть и не так и надо посещать и китайские рестораны вы не пробовал до японских кто не пробовал просто советую для разнообразия сходить взять с собой жену либо девушку либо девушку либо парню либо парню и просто попробовать для разнообразия для интереса следующий поход мы будем есть крокодила шучок и делать из него ботинки я ел кстати ощущение действительно что ешь и подошву или просто его не умели готовить не угрызть вообще может это и не крокодил где-то ресторан так вот все это дежурка ванапе ездишь и витязева витязева да вот там на пляже черепахи крокодилы и вот они эти продают там ракушки эти выковыривают саму внутреннюю сиропа на себе оставляют а ракушки эти продают